В Твери на новом Волжском мосту начался ремонт дорожного покрытия. Напомним, что движение транспорта полностью закрывается в ночное время с 9 часов вечера и до 6 утра. Вынужденные неудобства горожанам придется терпеть до 16 сентября. Это сообщение пресс-служба распространила заранее для того, чтобы автомобилисты могли заложить дополнительное время для того, чтобы доехать до мест назначения вовремя по временной схеме, согласованной с ГИБДД. Иными словами, не опаздывать на работу или в другие места. Однако утром 13 сентября в Заволжье все-таки образовались масштабные пробки. На самом мосту автомобили двигались только по одной полосе, проезжая мимо демонтированных рельсов и техники. Наша съемочная группа решила выяснить, во-первых, слышали ли водители о том, что в этом участке идут ремонтные работы и как вообще они оценивают организацию объезда. Приехал с командировки, я в городе еще не знаю. Часто через мост ездить? Нередко, я в другом районе живу. Как вы думаете, повлияет на скорость движения, на безопасность движения, когда будут сняты рельсы и сделаны новые асфальтовые подкрытия? Скорее да, чем нет. Когда я сегодня в пробке тут стоял утром, я по радио услышал. Все-таки информацию получили? Ну, вот я говорю, во время пробки я получил. А почему? Надо было строить на заставе первый мост, а потом западный. Так бы все нормально было. Скажите, а почему поехали опять по этому маршруту? Так я это, внуков забрал и в школу повез их, в 12-ю. Каждый день здесь езжу, ничего не слышала. Ну, право слышал, когда стоял в пробке по дороге. А почему повторно поехали? А куда ехать? Мне надо по комсомольскому. Ну, это все равно будет дольше. Таким образом, в ходе опроса некоторые водители недоумевали, почему такие масштабные работы нужно осуществлять именно в сентябре, когда львиная доля жителей вернулась после отпусков в город, когда необходимо возить детей на занятия, в школу, на тренировки. Ну, как говорится в известной пословице, всякую трудность терпением одолеть можно. Это качество горожанам не раз помогало дождаться окончания подобных работ и наслаждаться затем реальными результатами.